Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как сводить текстуры в фотошопе. Мой подписчик Евгений Безлепкин попросил меня об этом, и я вам сейчас об этом все расскажу и покажу. А также я вам покажу, как сделать пайплайн по запеканию текстурных карт без сведения он их вместе. Итак, поехали! Я вам покажу, как все это происходит на примере моей старенькой модели бокса. Вот так он выглядит. В нем есть нормалка. Вот так он выглядит после 3D Max. После запекания нормалки мы видим здесь детализацию, дерево, орнамент, карта Альбедо и металлнес. Правда, забыл включить. То есть здесь у нас два материала, по сути, дерево и металл. Теперь я вам покажу, как же сводить карты вместе. Значит, знакомая картина. У нас получается несколько лоскутов. Это лишь только одна карта. Нормалка. А еще у нас Рафнес, Альбедо и металлнес. Все это будет в этих лоскутах. Теперь заходим в Photoshop. И вот они, наши лоскуты. Мы выбираем наши лоскуты. И переносим их в Photoshop. Одна карта не перенеслась. Все на месте. Что же делаем дальше? Мы открепляем одно окно. Нажимаем Cutter La. Выделяется вся наша часть текстуры. Затем нажимаем V. Или вот эту вот кнопочку. Зажимаем Shift Alt. И переносим. Видите, она встала на то же самое место, где и было. Но все переместилось в один файл. То же самое с другими частями нашей модели. Cutter La. Shift Alt. Перенесли. Следующее. Cutter La. Shift Alt. Cutter La. Shift Alt. Все. Мы их свели в один файл, но не в одну текстуру. Выделяем их все. Копируем. На всякий случай, если не получится. Выделяем нашу силу скуты. И зажимаем Cutter La. И вот у нас получилось в одном файле уже наша Normal Map текстура. Затем я применяю фильтр. У меня есть фильтр, который я скачал в интернете. От Fleming Peer Solidify A. Нажимаем на него. И он нам зальет все примерно таким цветом, который отходит от наших лоскуточковых текстуры. Но если вы запекаете другие карты или эту же карту в Substance, там он делает примерно то же самое. Ну вот, первая часть видео готова. Здесь я вам показал, как сводить текстуры в Photoshop. Это делается достаточно быстро. И теперь бонус видео. Я вам хочу показать, как же сделать, как же избежать, чтобы не заниматься, не открывать программу вообще в Photoshop и не сводить там текстуры вместе. То есть, как вы понимаете, надо будет Normal Cut свести, Albedo, Roughness, Metalness. Если вы какие-то другие карты еще запекаете, то их тоже нужно свести в одну, а потом уже применять к модели. Не будет вот этих лоскутков. Будет одна готовая целая текстурная карта. Будет то Normal Cut, Roughness, ну и другие. Начну по порядку. В 3D Max мы сделали модель. И если мы ее в таком вот виде отправим в Armaset Toolbug, то, естественно, перенесется у нас вот как мы ее отправили целой. Нам надо, чтобы запекать здесь Normal Map и другие карты, чтобы вот эти части, которые пересекаются, мы их могли отделить. Как же это сделать? В 3D Max мы выбираем каждую часть, которую мы видим, что пересекается. Назначаем на нее материал. Можем даже покрасить его в любой цвет и применить. Я здесь уже отделил эти части. Я видел, что они пересекаются. Ну вот таким образом происходит в 3D Max отделение наших деталей. Как же это ускорить? Заходим в программу The Brush. Импортируем наш коробок сюда. Он будет выглядеть вот таким образом. То есть здесь будет одна моногруппа. Нас это не устраивает. И здесь есть прекрасная вкладка. Полигруппы. Мы нажимаем на автогрупп. И он нам автоматически разбивает нашу модель на автогруппы. То есть на материалы, которые разделены друг от друга физически. И получается такая картинка. Каждый этот элемент мы сможем отделить. Но вот здесь вот мы видим, получился единый, единое целое, которое я при моделинге никак, никаким образом не отделял, не разделял. То есть это одна доска получилась. Я посмотрел, что здесь текстура нормально ляжет. И просто на текстурном листе разложил вот эти все части в нужном направлении. Чтобы волокна дерева проходили в нужном направлении, повторюсь. Но здесь есть еще одна настройка. Достаточно гибкая программа The Brush. Это Groups By Normal. С ползунком, который настраивает здесь на разделение этих полигрупп. По умолчанию здесь стоит 45. И мы видим, у нас получается, что доска не целая. Отделилась часть. И это будет усложнять нам на работу. Поэтому мы здесь ставим 90. И нажимаем опять Groups By Normal. Уже лучше. И таким образом, подбирая здесь ползунком нужный нам вариант, мы сможем разделить нашу модель на различные полигруппы. Соответственно, они в мармассете будут определяться как материалы. И мы сможем растащить в разные стороны, чтобы они не пересекались и не давали артефакты при запекании Normal Map и других текстурных карт. Переходим в мармассете Тулбак. И что же делать нам здесь дальше? Значит, мы загружаем сохраненные ZBrush и примененные к ним на различные материалы при помощи вкладки Polygroup. Импортируем модель. Я ее называю разнос, чтобы потом не запутаться. Скрываем нашу готовую модель. Вот таким образом у нас выглядит наша перенесенная сюда модель. Сейчас я к ней применю материал. Материал применился. И мы видим, что каждую часть мы можем выделить и оттащить в сторону. Оттащить в сторону. То есть мы с вами сейчас загрузили сюда лоу-польную модель. Чтобы запечь с хай-польки на лоу-польку и получить хорошую качественную текстуру, мы сюда загружаем также хай-польную модель, то есть высокополигональную модель. Мы ее в ZBrush детализируем. Вот эти все части, видите, сейчас. Нормалка. Это все я делал в ZBrush. То есть физически здесь была выдавлена пенек в дереве. Вот эти трещины все. Все это я делал в ZBrush, кроме текстуры дерева. Это уже делал в Substance Painter. Вот этот орнамент. Все это я делал там. В ZBrush. Чтобы это запечь, мы переносим хай-польную модель также в Marmoset Toolbuck. Но перед этим мы в ZBrush заходим в ZPlugin и выбираем Destimation Master. Здесь у нас модель хай-польная весит, допустим, 10 миллионов полигонов. Естественно, Marmoset Toolbuck не выдержит такой полигонаж. Мы нажимаем при процессе коррент. Он просчитывает там свои дела. Затем ползунком выбираем, насколько полигонов мы хотим видеть нашу модель, чтобы она упростилась. Допустим, с 10 миллионов полигонов мы делаем 1 миллион полигонов. Сделали этим ползунком 1 миллион полигонов. Он здесь вот показывает. И затем нажимаем Destimate Current. Все. Он нам упрощает модельку. Она весит в разы меньше. И мы ее перемещаем в Marmoset Toolbuck. Но перед этим делаем то же самое, что и с Low-Polk. То есть нажимаем Auto-Group, дабы добиться такого эффекта разделения нашей модели. Нажали Auto-Group, он разнес. Экспортируем нашу упрощенную High-Polk модель в Marmoset Toolbuck. Теперь у нас здесь появляются 2 модели. Одна Low-Polk и High-Polk. High-Polk я не делал, потому что у меня ее в данный момент сейчас нет. Но допустим, что у нас есть 2 эти модели. Что же делать дальше? Мы видим, что наша модель, обе наши модели, Low- и High-Polk, будут разделены на такие группы, которые мы сделали в The Brush. Видите, сколько их много. И каждую из этих групп мы можем отодвигать в разные стороны. Допустим, мы отодвинули все, что нам кажется, пересекается. Заклепки здесь, все это отодвигается. Друг от друга. Да, какое-то время нужно потратить. Отодвинули мы Low-Polk, допустим, таким вот образом. Теперь нам нужно на те же самые координаты передвинуть и High-Polk, то есть высокополигональную модель. Как это сделать? Здесь вот есть вкладка Transform и циферное обозначение, на какое расстояние мы отодвинули часть нашей модели. Мы просто копируем эту цифру, выбираем в High-Polk модели эту же крышку и вставляем сюда эту координату. И она автоматически подлетает и становится на те же самые координаты, как и Low-Polk. И получается, что у нас обе части модели в одной и той же точке. И потом, как в предыдущем видео я вам показывал, мы перепекаем с High-Polk модели на Low-Polk модель нашу детализацию для запекания Normal Map. В первой части видео, что мы делали? Мы с вами физическую часть модели по отдельности запекали в карту. И у нас получились вот такие вот лоскуты. И нам нужно их сводить в Photoshop. Это занятие достаточно трудоемкое. Насколько я помню, если их много, этих деталей, то это много времени занимает. Во второй части видео мы просто разделяем модель на материалы и отодвигаем части, пересекающиеся друг от друга. В High-Polk модели и в Low-Polk модели. И затем уже запекаем то, что нам надо. На мой взгляд, второй вариант. Много компактнее, много быстрее. Вам не нужно метаться между несколькими программами. Ставьте лайки, если вы точно так же делаете. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok